Ребята, всем привет! Новый день, новый влог. Сегодня 13 февраля. Я такой продуктивный у вас человечек. Итак, сегодня 13 февраля, сейчас 3 часа дня. Что за сегодня я уже успела сделать? Сходить к врачу женскую консультацию на прием. Я это все хочу в влогах везде фиксировать, чтобы потом через сколько-то лет пересматривать. Сейчас я вам буду показывать то, что мы купили на рынке. После приема женской консультации буду с вами болтать, готовить суп. И сегодня по плану котлеты. Все это дело сегодня по плану. И также сегодня у меня по плану глобальный супер-пупер монтаж на завтрашний день, на 14 февраля, когда мы собираемся рассказать про нашего малыша. Я, кстати, одно время ее ела прям дофига. И потом я прочитала в интернете, что сильно много ее есть тоже нежелательно, поэтому не каждый день сейчас ее ем. Хотя, не знаю, может быть, это чушь. Потому что в интернете где-то я читала, было написано, что не надо омегу-3, то есть рыбий жир. Кстати, забыла иметь свои лекарства. Утром я пью йодамарин. Ну, как утром, на завтрак. Сейчас, конечно, уже завтрак давно прошел. Йодамарин и фолиевую кислоту, которые мне сказали, что я могу уже не пить. Фолиевую кислоту. Давно еще сказали, что я могу ее не пить. В одной больнице. А в другой больнице сказали, что фолиевая кислота все равно хороша, потому что, например, она, короче, все равно какие-то свойства полезные дает. Просто мне сказали, что, например, во время родов будет хорошо, что я все это время пила фолиевую кислоту, потому что, например, она не даст какому-то кровотечению открыться. Ну, что-то такое. Да. На завтрак у меня йодамарин 200 и фолиевая... фолиевая... и фолиевая... и фолиевая... кислота 400. И вода. Следующая, это, конечно, одни мандарины. Вот такие. Один сорт. Другие мандарины. Вот эти, по-моему, Марокко. Другой сорт. В этих вообще нет косточки, и они сладкие. А в этих чуть-чуть попадаются косточек, но они невероятно сладкие. Ну, короче, мы любим на рынке все такое брать. Сразу пробовать. Там дают бананы. Бананы это теперь мое такое, знаете, блюдо сумасшедшее. Типа то, с чем я по всему городу хожу, знаете. Потому что, если что, мне еще в женской консультации говорили, не знаю, когда, что... Обязательно всегда носи с собой, типа, банан или какой-то перекус. Потому что ни в коем случае нельзя голодать. И у меня всегда с собой бананы. Ну, короче, это угар. Это просто угар. Следующий наш пакет вообще рекордсмен. Здесь у нас 1 килограмм куриного филе. Это я взяла для отбивнувших куриных. Потому что я сегодня буду, в принципе, готовить все вот это вот. Давно уже у нас закончились все наши вкусные заготовочки. Ну, не все, конечно. Но все-таки здесь 2 килограмма филе куриного. Это у нас пойдет на котлеты. Ну, где-то штук 30 у нас спокойно котлеток получится. Но какое-то время нам хватит. То есть, так не каждый день едим. Я частенько могу просто залипнуть в телефоне, послушать музыку или аудиокнигу. И для этого, конечно, нужны хорошие наушники. Которые и шум подавляют, и звук качественно делают. Сейчас у меня наушники Huawei FreeBuds 5i. Во-первых, мне, конечно, очень нравится дизайн. Классный овальный чехол для хранения и зарядки. И есть они в трех цветах. Белым, черным и серо-голубом. Я во время беременности много гуляю и всегда что-то слушаю. Наушники плотно сидят и не выпадают, и это здорово. Еще заметила хорошее шумоподавление. А еще можно найти наушники, если потерялись где-то дома. И что мне очень нравится, если наушники в ушах, и вы случайно не убавили громкость, и хотите включить звук на полную, он вам не даст этого сделать. Ну, чтобы не оглохнуть. Наушниками можно управлять с помощью касаний и проведения. Мне вот удобно регулировать звук и отвечать на звонки. Ну и, конечно, качество звука на высоте, поэтому меня теперь часто можно увидеть в них. А вот эту милую курочку мы сегодня приготовим в супе. Вот, и сейчас мы все это дело с вами поставим. Немножко я разъединилась в плане готовки. В том смысле, что давно не делала никаких заготовочек. Очень часто что-то такое, знаете, вот чисто курочку купила. Быстро шмяшную шмяшку, даже в каком-то влоге пожарил. Там с гречкой погнали. А хочется вот чего-то такого, знаете, котлетки. Что-то посложнее, потому что котлетки мы все съели. У нас не так давно была посиделка. Понятное дело, я это не пила. И мы убрали в морозилку самогон. И он не заморозился. Там, наверное, такой градус. Я даже буду представить. Сейчас Лайя покажу. А, ну вино же замораживается. Это прям вода замораживается? Не может быть, там же тоже алкоголь. Я думаю, замораживается. А, ну значит, там типа не столько алкоголя, а он замораживается. А ты прям видела, что вино замораживается в этом морозилке? Я просто не видел ни разу. Я теперь не знаю, видела ли я или нет. Но мне кажется, просто я удивилась. Мне кажется, не может заморозиться. Там же тоже алкоголь есть. Просто из-за того, что я сейчас удивилась, мне показалось, что я такого никогда не видела. Зайка, век живи, век учи. И вы подумаете, что это все? Но нет, это не все. Еще у нас огроменный мешок с овощами, такими как помидор. Давай я буду тебе давать, а ты будешь в холодильник класть. Смотри, вот это. Открывай сразу. Мы так знатно накупились, накупились, закупились на рынке. Сколько тысяч 5 лет мы потратили? Ну на рынке, мне кажется, оно там дорого. Но там всегда все такое шикарное, типа знаете, отборное. Куча огурцов, потому что мне надо много салатов есть. Петрушка, укроп, лук. Вот такой лук нам пригодится для котлет также, для салатов. Морковка. Вот такой нам подарок дали за 4 тысячи. Бонус. Но, видимо, там если цена за 4 тысячи переваливает, они побольше дают. Потому что мы закупались меньше 4 и нам давали какую-то маленькую фигнюшку. Маленькую фигнюшку. Ну, обычно так, типа это, просто вкусняшку. Так, это курочка, ее туда-нибудь наверх. И последнее у нас, что мы закупили, это картофель. Вот, для пюрешечки. Отлично. Картошку не в холодильник. В то время думаю, где ее хранить? В каком-то сухом месте надо. Да. Ну, я такого не знаю, поэтому сюда храню на холодильнике. Не в, а на. Кстати, знаете, что я думаю? Я думаю о том, чтобы в новой квартире у нас обязательно было какое-то место. Я видела во всяких там рилс, еще что-то. Типа, как показывают всякие дизайнерские решения на кухне. И там делают специальный какой-то ящик для вот таких типа овощей, для лука. Кстати, лук тоже в холодильнике не хранят. А, блин, еще мамина такая штучка. Забыла ей передать. Ну, короче, я почему-то там храню, потому что, я не знаю, у меня просто во всех шкафчиках все забито. У меня нигде нет места для... Вы поняли, чего? Для этих всех овощей. Итак, давайте начнем сразу с супа. Сейчас курицу, конечно, надо заново достать. Конечно, будет ее помолить хорошенько. Я для супа всегда беру большую кастрюлю, потому что у меня так намного спокойнее. Я как-то брала кастрюлю поменьше и нервничала, потому что у меня было все на грани. И в итоге я все взяла и все перелила. Так что возьмем побольше. Достаем нашу курюху. Еще проблема заключается в том, что... Ну, короче, и моя мама так делает, и мои подписчики тоже. Они курицу разделывают напополам, чтобы на два раза хватило, потому что, типа, зачем у нас столько курицы? И это правда, потому что она такая достаточно большая получается, даже на кастрюлю, которая 5 литров. Но мы, во-первых, много курицы едим, и всю вообще курицу в суп съедаем. Реально, мы очень много ее съедаем именно в супе. Я не понимаю, как мне ее так классно разделать. Как ее так? По горизонтали, по вертикали. И получается какая-то шляпа непонятная. Короче, меня этот бесит. Курочку мы поставили. Сейчас мы сюда нарежем морковку, лук положим, посолим. Я просто потом курицу переворачиваю, потому что у нее сейчас попка, например, немножко торчит. То есть я не могу, ну куда я еще больше воды наливать? Конечно, будет нам мешать этот козырек. Но ничего, все равно так будет лучше общаться, чем спиной к вам. Короче, была я сегодня в женской консультации у врача. Обычный прием, ничего необычного, ничего нового. Каждые сколько, две, наверное, три недели я прихожу к врачу. Сказали мне, что надо записываться на глюкозотолерантный тест. Писаться нужно, позвонить. Сказали, что можно уже сейчас звонить записываться, что это все как бы дело не трех секунд. Поэтому записывайся сейчас, лучше заранее. Морковочку порезали, бросаем морковоч. Обычно столько морковки получается, а сейчас как-то не очень много будет. Каждый раз я взвешиваюсь там, понятное дело. Ну, взвешиваюсь я там в одежде, поэтому ничего интересного. Я взвесилась в одежде, и там было 60 килограмм. Но дома, перед тем, как поехать к врачу, я взвесилась, было 58. Короче, я записала, и того прибавка с начала беременности на сегодняшний день составила у меня 4,9, что ли. Ну, почти 5, короче, 5 килограмм, можно так сказать. Вот, да, 4,9. 58, сейчас сегодня утром я была, но я думаю, что завтра я буду меньше. Я не знаю, почему, мне кажется, так должно быть. Я думаю, что нет смысла каждый день взвешиваться. Я, на самом деле, не каждый день взвешиваюсь, просто вес иногда очень сильно скачет. То есть, грубо говоря, если каждый день взвешиваться, то я за один день могу, хоп, идти, как будто плюс 2 килограмма. Ну, может, это вода, еще что-то, хотя отеков никаких нет. Короче, удивительно. Вот, так что посмотрим дальше. Врачи сказали, что все нормально, что я не должна много набрать, и что худенькие девочки обычно так много сначала набирают, потому что там нужно организму запастись для малыша, туда-сюда. Вот, сказали, что мне нормально набрать 12-14 килограмм за беременность. То есть, для меня это будет нормально. И немного, и, ну, как бы, все норм. В пределах разумного. Лук мы положили. Значит, у нас курица, морковка, лук. Все, хрен с вами. Зеленюшки добавим попозже. Я их зеленюшки, эти кобки беру обычно и ниточкой завязываю, чтобы они не разбредались по всей кастрюле, потому что потом их и вылавливать неудобно. Ну, они мне не нужны так вот для супа. Я их в супе не оставляю, вот, когда уже в тарелку, да? Вот, ну, просто вылавливаю, чтобы, впрочем, не плавали, не мешали. Засечем сейчас время, и, в принципе, на суп можно вообще забить, и сейчас можно заняться курицей, обрабатывать филешки наши. Так давно котлетки не лепила, что уже здесь не помню еще. Ну, и надо будет убрать в холодос на часов пять. Блин, ну, я не знаю, может, нормально. Просто я смотрю на себя в зеркало, и мне кажется, что я, ну, норм. То есть в том плане, что я не вижу, что я сильно, типа, прям пожирнела в духе того. Я просто вижу, что, да, у меня все становится побольше, но нету, знаете, такого ощущения, что, типа, наверное, есть ощущение, что я думаю только об этом всю свою жизнь, только про то, что я набираю вес, и из-за этого только переживаю. Но, на самом деле, я думаю, что скоро я должна на эту тему немножко успокоиться, потому что вот даже подружки успокаивают, говорят, забей вообще не в пальце, все будет нормально. На завтрак я каждый день ем творог. Звучит это очень полезно, и можно собой даже гордиться. Обязательно нужно есть много салата, потому что, буду рассказывать без цензуры, мы ходим в туалет по-большому салатом. Я знаю, как звучит, но правда. Потому что, например, мясо, курица, да, вот это все у нас очень хорошо в организации. И салатами усваивается, и чтобы хорошенько ходить в уборную, нужно обязательно есть салат. Лучше всего, аж целых два раза есть салат в день. Что еще сегодня интересного я узнала у врачей. Я говорю, можно ходить в бассейн? Она говорит, да, почему нет? Я говорю, мне мама сказала, что нельзя. Ну, короче, просто мама говорит, что, типа, зачем сейчас, особенно беременной, ходить в бассейн, ловить всякие инфекции. Ну, типа, мало ли, что там плавает. С одной стороны, в ее словах, конечно, есть правда. И в любом случае, это, как знаете, береженого Богу бережет. И когда ты беременна, нужно заботиться о себе и беречь себя в просто x2, x3 раза от обычной вашей жизни. Просто я до этого не ходила в бассейн, но постоянно думала о том, что как же это полезно, как это здорово. И мне кажется, что в бассейн было бы классно ходить, будучи беременной. Я не знаю, напишите в комментариях. Даже не потому, что, типа, худеть, а просто для общего тонуса, для мышц. Ну, типа, чтобы... Может, это даже как-то расслаблять будет, не знаю, спину выпрямлять, чтобы не горбиться. Ну, короче, для всего, мне кажется, это хорошо. Я бы очень хотела ходить в бассейн, но пока вот сейчас еще в раздумьях. Потому что врач сказала, что, конечно, иди, что ты паришься. Если бы там были какие-то жесткие инфекции, все бы оттуда выходили из бассейна со всякими болячками. И бассейн бы давно, типа, прикрыли еще что-то. Вот, поэтому я думаю, блин, и на ее словах есть доля, ну, логики. Я говорю, мне так хочется какого-то вот актива. Мне хочется что-то такое делать, типа, полезное, знаете. Она говорит, а вы до этого спортом занимались? Я говорю, ну, не особо, но, понятно, поактивнее. Там, может, что-то делала, чем беременность. Хотя, честно, мне кажется, я такая же активная. Ну, настолько же, насколько и до беременности. Потому что единственное, что я не делаю, это не ношу никакие тяжести в целом. Но при этом я дома что-то убираю, глажу. Ну, это не такие тяжести. Я не знаю, сколько там можно беременность поднимать. До трех, до двух килограмм. Ну, короче, вот это все, да. Вот такие красивые салатицы мы купили как-то. Ну, это уже, наверное, пару месяцев назад. Не помню, где. В домовом, что ли, в магазине или в Ашан? Прикольные. Просто круглые и такие вот ребристые. Они просто побольше, чем наши прозрачные стеклянные. А вот в таких салат есть вообще. Мы в таких попкорн можем или вот что-то, как, знаете, тазик, курицу сюда там положить. На фарш, там еще что-то. То есть вот для таких дел используем. Так что сейчас мы будем мыть курицу. Будем класть в один контейнер. Отсюда мы будем доставать курочку, класть ее на дощечку, обрезать всякие шкварки, которые мы не будем использовать в котлетках наших вкуснейших. И обработанную курочку, уже кусочки такие порезанные, поменьше, понятное дело, которые мы пустим в мясорубку, будем класть сюда. Сейчас засекаем время. Как засекаем? Просто поставим на час сорок. У нас уже сколько-то оно все готовится, варится. Снимаем обязательно все это время пенку. Скоро у нас все закипит. Тогда мы поставим на менее сильный огонь. Сейчас у меня на девятке стоит. У меня до сих пор еще не кипит, потому что в кастрюле большая воды много. Но воды еще много стало за счет того, что там большая курица и луковица еще лежит. Ну, ничего страшного. В итоге суп я переливаю обычно в контейнер, который у нас есть. Самый большой такой для супа подходящий. И нам хватает, получается, на два дня на двоих. Шикарно, я считаю. Потому что на третий день я уже такая дева... Ну, все тоже не такое свежее. Хотя, конечно, на третий день тоже, наверное, можно было бы съесть. Так, занимаемся курицей. Вот эти все шкварочки. Да? Вот эти вот все шкварочки. Котлеты мини-пустим. Получается, нам нужно подготовить фарш. И все, короче, у нас подготовленный наш фарш отправится в холодильник аж на 5 часов. Вы можете себе это представить. Бабушка меня так научила, сказала, что ему нужно настояться. Мы с ней как-то делали котлеты, которые не стояли 5 часов в холодильнике. И тоже получилось вкусно. Но для более, типа, нежного такого, как-то сказать, пропитанного, знаете, всякими... Мы же туда масло сливочное топленое еще положим, добавим. На 2 килограмма куриного филе используем одну луковицу, кусок топленого масла. И мы его в микроволновке растопим, чтобы он был водичкой, а не кусочком. Соль, понятно, по вкусу. Ну, что еще? Яйцо я не добавляю. Ну, вот бабушка тоже не добавляет, и я в эти котлеты не добавляю. Получается обалденно. Мы просто обожаем эти котлеты. Но мы их в один момент переели и какое-то время не ели. Сейчас опять хочется. Съели уже все заначки, все заготовки какие были. Ну, хотя на даче, наверное, есть еще. На даче, я думаю, есть. Что последние у нас тут тоже какие-то были, мы их съели. Да, 2 килограмма это не 4. Потому что я как-то из 4 килограмма или из 5 вообще делала. Я закачалась, конечно, эти котлеты лепить. Их же еще надо заморозить куда-то, все это дело убрать. А морозилка же тоже не резиновая. Так, снимаем нашу пленку. Короче, пока у меня куча сил, энергии и вообще всего вот этого настроения надо делать. И не откладывать. Завтра. Вообще, я такая сейчас активненькая. Даже, наверное, месяц назад я была менее активненькой. Я все равно работала. Я думаю, вы даже не заметили того, что я там, типа, куда-то пропала в духе. Потому что я вообще не пропадала. Я постоянно была в сети, постоянно работала, активничала. И самое интересное, что первый триместр мой, это время, когда, ну, такое, надо больше отдыхать, о себе заботиться, выпал на, блин, получается, октябрь, ноябрь, декабрь. А декабрь, вы сами представляете, это самый вообще сложный. Просто месяц в плане работы, потому что миллиард активностей, миллиард дел. Так удивительно, что я до сих пор вам не рассказала о том, что беременна. Завтра все это дело предстоит. Волнительно, любопытно. Девочка написала в Телеграм. Обязательно подпишитесь на меня в Телеграм, потому что я там всегда. Иуль, привет, извини за вопрос. Вдруг не понравится, но не волнует ли тебя, что у тебя нет образования, кроме школьного? Я не переживаю по поводу того, что у меня нету диплома о высшем образовании. Я считаю, это вообще не повод для переживания. Бывают такие моменты, даже вот когда я вставала на учет в жадскую консультацию, и врач там, ну, заполняла какую-то анкету. Ну, не анкету, а карту мою, там еще что-то. И, понятно, спрашивает, ну, задает какие-то вопросы, там, с полных лет, когда начали, там, половой жизнью жить, там, первые месячные, во сколько лет. Ну, короче, какие-то вот такие вот вопросы. И там также в этом же списке есть вопрос про образование. Какое? И я помню, что врач заполняла, так как говорят, типа, высшее. Я такая, среднее. Я такая, типа, ну, нету, да. Но сказать, что я не за это вообще переживаю или задумываюсь, запариваюсь, нет. Я считаю, что, конечно, здорово, когда есть высшее образование, ну, понятное дело, да. Но самое здоровское, да, когда у вас есть знания, которые вы применяете в жизни, в работе. Мне кажется, это намного ценнее, чем когда у вас есть образование. Например, ну, не знаю, в духе у вас есть образование юриста, там, не знаю, вам было очень тяжело учиться, вообще ненавидели всю эту юриспруденцию, терпеть не можете, никогда не хотели, не собираетесь быть юристом. И сидите, например, делайте маникюр, там, реснички, потому что вам это больше нравится, для вас это более творческая, классная профессия. Короче, вот в таком случае я не понимаю, в чем прикол. Просто потратить свое время на то, чтобы ходить, учиться на юриста. Ну, короче, это просто вот пример. Но при этом, конечно, я не скажу, что образование не нужно. В любом случае, любое образование, это не только там, типа, потратить время, даже если потом работать не будешь, это просто для общего развития. И вот я не знаю, куда бы я хотела, например, пойти учиться, если говорить про высшее образование, но могу сказать, что в любом случае нужно всегда учиться. Я думаю, что в какой-то момент я приду к тому, что подумаю, так, я хочу вот это знать, там, вот это я не знаю, это мне нужно подтянуть. Ну, например. Я более творческий человек, я не знаю, куда бы я хотела пойти, чтобы мне это помогло и в работе, и в жизни, и, ну, просто в целом. Ну, не знаю, нет у меня каких-то вот таких интересов, типа, я не собираюсь быть актрисой, допустим. Чего мне идти на актерские? Просто для того, чтобы вот, типа, быть такой разносторонней? Ну, может быть. Ну, мне это неинтересно. Ну, реально. Короче, вы поняли. Мне намного ближе история каких-то, может быть, курсов, кружков, не знаю. Вот я бы хотела танцами заниматься не для того, чтобы там где-то выступать, а просто для себя, потому что мне кажется, что мне вот какие-то такие приколюшки ближе, в том плане, что не в спортзал ходить, знаете, железо тягать, там вот какие-то такие тренировки, а вот именно просто активный вид досуга какого-то. Я пошла к врачу, и первым делом, что, значит, спрашивает у меня врач. Ну, чё, ты разобралась с психологом? Я такая, типа, а, чё, нет, зачем, мне не нужен психолог. А я вам рассказывала, что мне постоянно в женской консультации суют номер психолога, типа, давай-давай, давай-давай, надо-надо, позвони, напиши, сходи. Чё вы меня заставляете общаться с психологом? Оказывается, это обязательная процедура, и я не могу просто сказать в духе, типа, у меня всё нормально, не надо мне общения с психологом, как я, да, говорила, последние, наверное, месяца два, сколько меня заставляют пойти к психологу. Я вдруг сегодня узнала, дело не в том, что они переживают, что со мной что-то не так. Ну, типа, в духе, знаете, я же пережила замершую беременность, мало ли что, может, у меня страхи какие-то сейчас и так далее. Ну, короче, я думала, что из-за этого они переживают. Оказалось, что просто это обязательно нужно там для той же галочки, что я прошла психологов, потому что вот как мы с Надей с подружкой, я ей тоже рассказала, говорю, ты беги, заставляют меня, значит. Короче, тут за, не дай бог, что с ребёнком там случится, очень жёсткие законы. Вот, за этим очень следят. Это тоже самое касается веса, то есть у нас здесь не разрешают, там, грубо говоря, сильно поправляться, сильно отходить от нормы, то есть тебя посадят на диету, ещё что-то, потому что, ну, как бы неспроста, и всё это также может повлиять плохо на ребёнка. Вот, поэтому у нас за всем этим делом следят. И Натя мне сказала, что, ну, типа, это нормальная практика, потому что мало ли что. Кто знает, очень много людей, там, после родовой депрессии, ещё что-то, что только не делают. Я знаю, я об этом там слышала, да, и видела тоже все вот эти ужасные истории, разные бывают в тех же интернетах, в каких-то передачах. Только что приходил курьер и прислали цветы. Это от девочки-нумеролога, про которую я вам рассказывала, с которой мы не так давно познакомились, и это так мило, и так неожиданно вообще. Но она мне написала, что хочет отправить подарок, и я так подумала, что это цветы. Безумно мило, и очень красивый букет. Посмотрите, какой нежный. Куда, иди, нюхай. Вкусный? Ну да. Вот что у нас, значит, получилось. Одну луковицу я порезала тоже на такие небольшие кусочки, чтобы было удобней всё это в мясорубке обрабатывать. Короче, новости рассказываю. Во-первых, я забыла, что фарш... Ну, короче, для котлет мне ещё нужен хлеб. Вот, у нас есть хлеб, но Слава сейчас пойдёт ещё купить хлеб, потому что просто забыла, прикиньте. Вот это да. На, дожди. Я думаю, чего-то не хватает, как будто чего-то ещё не хватает. Оказывается, хлеб. Так что сейчас я замочу хлеб. А ещё у Ханы родилась вторая дочка. Я буквально сегодня думала, да кто же у них, да кто же у них. Но на самом деле я так и думала, что дочка. Знаете почему? Потому что она как-то делала какую-то сториз о том, что её муж удивился, когда узнал, кто у них будет. И я подумала, раз у них первая дочка, типа, чего удивляться в духе, например, если там мальчик. Ну, типа, если мальчик, то в духе надо радоваться, как раз будет сын, дочь уже есть. Ну, типа, знаете, а он именно удивился. Я подумала, что логично, если там девочка. Мне мама скинула фотку вот эту. Ну, что, типа, у них девочка такая вот фотка, типа, гёл. Вау, прикольно. И мы с мамой обсуждаем, насколько шикарно выглядит Ханна в беременности. Она говорит, ты посмотри, как она выглядит после беременности. А я вижу тут фейс-ап стопроцентный. Ну, нет, Ханна правда шикарно выглядит. Даже, ну, как бы на видео, на фото всё. Ну, это просто к тому, что, понятное дело, понятное дело, она умничка, я это постоянно говорю, что так выглядеть, это просто вау. Ну, наконец-то, ну, наконец-то у кого-то девочка, потому что вокруг у всех мальчики. Я думаю, да что ж такое-то? Хлебушек берём на 2 килограмма. Нам понадобится один батон. И буду, наверное, я кожурку снимать, просто буду выжимать и так забрасывать в этот самый. Вот у меня мама, когда меня родила, она уже через 2 недели была вообще без живота, а из роддома выходила так, как будто бы и вообще не ходила никуда рожать. Блин, конечно, прикольно, но моей маме было 20 лет, всё равно. Вот мне сейчас 25, конечно, 5 лет, и так далее, и так далее, но всё равно экология тогда была наверняка получше, меньше всяких машин, продукты наверняка получше. Кто-то в молоке замачивает. Я не хочу в молоке замачивать. Ну, так тоже попробуйте. Говорили, что в молоке вообще не хуже. Очень даже нежные, вкусные, наверное. Какого-то, наверное, тоже вкуса добавляют, нежности, может, не знаю. Я не пробовала. Ну, вот я в воде замачиваю, но в питьевой, понятное дело. У нас клетные шарики будут. Жду, не дождусь супчика поесть. Уже немножко начинаю прям проголадиваться. Я сегодня поела творог на завтрак. Ну, не огромную, прям, знаете, не таз, короче. Ну, так, нормально поела. И, кстати, творог прикольное такое достаточно блюдо. В том плане, что мне его есть, в принципе, не особо по кайфу. Но если говорить о том, что питательный, полезный, то да. В принципе, после творога достаточно долго мне не хочется сильно как-то есть. Вот. Но потом, когда мы приехали после врача, после рынка, я съела бутерброд с докторской колбаской. Еще по бабушкиному рецепту она снимает кожуру у хлеба. Типа так мягче, более нежные. Ну, я сейчас, получается, у меня 2 килограмма. Я сейчас немного котлет сделаю. И у меня сегодня еще миллиард дел и смонтировать в лоб. Я думаю, вы расстроены то, что я это снимаю так, как-то сказать, как будто бы 100 лет уже прошло. Я не знаю просто, как часто у меня будут выходить видео. Но мне на самом деле так удобно и такой кайф, что я сейчас заранее столько всего снимаю. Но есть, что снимать, показывать, рассказывать. Поэтому ничего себе в этом отказывать. Теперь верно. Так что особо мы много даже всего не успеем сделать, пока у нас делается суп. Но на самом деле самое прикольное, это реально, пока готовится суп, есть время сделать какие-то заготовки. Так, вот что у нас получилось. Надо будет все это хорошенько мешать, мешать, мешать. Добавить туда соли и добавить туда топленого масла. И мешать, мешать, взбивать прям вообще. Топленое масло растопили. На самом деле его много не надо, чисто оно для аромата у нас. Я просолила и немного солю, потому что у нас там есть лук. Он, в принципе, тоже даст нам вот это вот чувство солености. Поэтому я видела, знаете, что кто-то мне написал, когда в какой-то прошлый раз я тоже котлеты делала и снимала это на блог, что настоящая хозяйка всегда одной рукой мешает. Вот я не знаю, почему, но я, видимо, еще не настолько настоящая хозяйка. Я всегда по привычке начинаю двумя мешать. Хотя на самом деле, конечно, двумя неудобно, потому что одной хочется придерживать, а другой сильно взмешивать. Так, конечно, намного удобнее. Консистенция. Нет, супер, но как будто водички не хватает. Я не знаю, может, немножко добавить водички? Или не добавлять? Думаю, ничего страшного. Хуже не будет. Это вообще прям сухо-сухо. Хозяйка на своей кухне лучше знает, что ей надо делать. А, курица там квасится вообще конкретно. Кстати, осталось 12 минут, и у нас почти 2 часа суп готовился. И сейчас уже как раз мне надо все это домесить, поставить. Потом еще нужно будет курочку пощупать, разделать. Потому что супчик прям охота сейчас съесть. Вот эту всю красоту мы убираем в холодос. И ставим себе какой-то типа таймер. Ну, это не обязательно. Можно хоть на следующий день, но сильно тоже долго пусть не стоит. Ну, я сделаю сегодня вечером. Так, ребята, вот такой суп получился. Вам, наверное, кажется, что тут курицы... Дядь. Вот такой суп получился. Вам, наверное, кажется, что здесь огромное количество курицы. Но мы просто обожаем огромное количество курицы. Я обычно ем суп. И вообще, в принципе, люблю суп с черным хлебушком, солью. Так что сейчас будем кушать и наслаждаться жизнью. Морковки маловато. Ты была права! Да, блин! Я разгадала тебя! Ну ты, булочка! Это 5 в 1. 5 в 1? Угу. А как ее стирать? Для них на булочки есть? Почему что-то конструктор? Он как конструктор 5 в 1 собирается. А-а-а! Тогда хорошо! Очень классно! Я специально искал, чтобы она была плюс-минус универсальной. И красивые звездочки, не страшный принт. Да. Да! Тебе нравится принт? Я его специально выберу. Нравится! Плюс сюда, ну, ребеночка можно будет положить. Типа, чтобы он на это лежал. Ну да, не вываливался никуда. Какой ты миленький! Слава заказал мне в подарок подушку для беременных. Потому что я забыла вам рассказать, мне уже с каждым днем становится менее удобно лежать. Но я все думала, что пока еще рано для этой подушки. Потому что мне хватает, в принципе, пока вот такой обычный, знаете, просто вот, чтобы вот так вот лечь и, ну, положить. Но все равно не очень удобно, потому что иногда хочется покрутиться, а приходится поднимать одеяло, заставать эту подушку, перекладывать. Ну, короче, геморрой. Так мило. Это моя первая подушка для беременных. Так, я совсем забыла вам рассказать, что вчера я... Вчера я все погладила, но не убрала за собой. То есть я погладила, вот, в футболке, тут глаженный, сложный, но не убрала в шкаф. Вот, и еще сейчас я посчитала, сколько фотографий мы сделали с Настей за фотосессию. Именно тех, которые мы уже обработали, отобрали. То есть те, которые пойдут в интернет, а не те, которые, знаете, есть удачные, неудачные кадры. И знаете, сколько вышло? 74 фото и еще где-то 3 фотки, где я лежу. С кроликами тоже фоткали, но там сверху, и там вообще непонятно, что я беременна. Просто как будто бы объелась. Вот, я их не стала обрабатывать, но я их обработаю. Потом там, по-моему, 3 фотки, вот, просто выставлю их, типа, без всяких духе. О, смотрите, я беременна. А сейчас я сяду за монтаж влога, и, скорее всего, я выпущу его 15-го числа. Вот, 14-го завтра я выставлю ВКонтакте влог и фотографии, а 15-го, наверное, я выставлю влог на YouTube и фотки в запрещенку. Такой план. Хочу ВКонтакте развиваться, хочу ВКонтакте стать суперзвездой, как когда-то. Так что, да, будут там эксклюзивчики, и по сей день там эксклюзивчики, так что переходите ВКонтакте, подписывайтесь на меня обязательно. На данный момент, сегодня, давайте зафиксируем ради интереса. Сегодня у нас 13 февраля, и у меня там 58 тысяч подписчиков. Неплохие охваты на постах. Короче, просто суперкласс. А сейчас я сажусь за монтаж влога, который вы увидите, уже увидели, уже давно посмотрели, 15-го февраля. Так давно, наверное, даже не знаю, когда выйдет это видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ребят, я только что закончила монтаж влога. И что вам могу сказать? Сейчас 8 часов 16 минут вечера. До того, как готовить, лепить котлетки, если рассчитывать 5 часов, осталось еще 2 часа. Многовато, конечно, поэтому я думаю, что я их уже через часик точно начну лепить. А может и раньше. Ничего страшного не произойдет, если они постоят в итоге не 5 часов, а, грубо говоря, 2 часа. Ну, 2 часа они точно уже стоят в холодильнике. Я просто забыла засечь время, когда я их убрала. Во-первых, я сейчас притащила сюда всю одежду, чтобы ее все разложить в шкаф. Потому что в той комнате, где я работаю, где я сидела, сейчас у меня там было все разбросано. Ну, не разбросано, просто лежало вещи, которые надо доубирать, разложить. В каком-то паблике я наткнулась на видео вот сейчас, где девушка отказала молодому человеку в предложении руки и сердца на стадионе. И это видели там, типа, миллионы людей. Честно, я вообще не понимаю прикола. Ну, в смысле, это, конечно, круто, сделать предложение на стадионе. Ну, типа, знаете, это же тяжело организовать, наверное. То есть, с этой точки зрения, круто. Но я не понимаю тех девушек, которые, видя то, насколько все сложно, круто, организовано, что это видят миллионы. Типа, мне, короче, вообще, в принципе, все это странно. Как это сказать? Я понимаю, что бывает, молодой человек, например, торопит события и начинает делать предложение тогда, когда ты не готов, еще что-то. Ну, всякое бывает, да? Это чаще наоборот, наверное. Короче, это я к чему? Я к тому, что я бы не смогла отказать парню, который делает мне предложение на стадионе. Это видят миллионы, показывают просто, все везде снимают. Я бы, наверное, сказала да. А потом бы просто через, ну, придя домой, я бы объяснила, типа, ситуацию, что нет. Ну, потому что, мне кажется, это трэш, реально. Конечно, это звучит жестко. Я понимаю, что скажут, типа, это еще хуже. Сначала сказать да, а потом нет. На самом деле, мне кажется, это не еще хуже. Я думаю, что это довольно-таки нередкий случай, когда делают предложение, а потом, ну, там, не знаю, не доходит даже до свадьбы. Это очень часто бывает, особенно у всяких голливудских звезд. Я не говорю, что это классная тема и нужно за этим повторять. Но просто, мне кажется, отказать в духе в прямом эфире, ну, когда весь мир на тебя смотрит, это жестко. Парню жестко и, в принципе, это жестко. То есть, мне кажется, отказ уместным только, если ты вообще не любишь этого чувака. Не то, чтобы не любишь, просто он тебе омерзителен. Но тогда я не понимаю, зачем с ним встречаться. Поэтому не понимаю. Когда я натыкаюсь на такие видео, мне непонятно, о чем думают эти бабы, которые отказывают. Или о чем думают эти мужики, которые не уверены в том, что их женщина, ну, не скажет нет. Просто когда Слава сделал мне предложение, я думаю, даже не рассматривал тот вариант, что я скажу нет. Потому что это было бы странно. Конечно, я знаю, что многие догадываются. И для многих это будет такое, ну, наконец-то, рассказала. Но все равно волнительно. Ведь не все догадываются. Кому-то, вот, кому я сейчас рассказывала, такие, типа, да ладно, я даже не поняла. Ну, типа, круто, но я даже не поняла. Я говорю, ну, а вот это, а вот это, это же подозрительно. Говорят, ну, да, но все равно как-то не поняла. Потом еще, кстати, были люди, которые подмечали, что странно выпускать видео про замерзшую беременность, когда ты еще не беременный будешь, либо не родил. Ну, короче, даже не то чтобы странно, а просто в основном все выпускают такое видео тогда. Ну, да, если с ними это случилось, понятное дело. Выпускают такое видео тогда, когда уже, ну, наступила беременность, либо уже, там, родил ребенка. Ну, то есть, рассказывают, да, про замерзшую, что был такой опыт. Ну, короче, обычно это происходит так. Получается, когда я рассказала про замерзшую беременность, я была уже на четвертом месяце беременности, наверное. Или на каком? Ну, это было в начале. Ну, короче, три полных и шел четвертый. Вот так это было, получается. Честно, я долго думала, я была уверена, что про замерзшую беременность я расскажу, когда уже рожу ребенка. Но потом я подумала, что в этом нет ничего такого, в том, чтобы рассказать это до. Плюс ко всему я смогу поделиться своим опытом. Я всё равно планировала это рассказать, просто в итоге рассказала раньше, чем планировала, скажем так. Плюс ко всему я поделилась своим опытом, который я уверена многим помог. И сейчас я чувствую себя более свободной в том плане, что я ничего не скрываю. Ну, как бы это не такая, знаете, тема, что прям вот скрывать, кошмар, как ты могла такое скрывать. Ну, как бы это вообще никого не касается, да, вот эта история про замешившую беременность, это вообще, по сути, наше личное дело. И можно было это вообще никогда никому не рассказывать. С одной стороны, правильно? Ну, учитывая, что я ещё и блогер, и, в принципе, девушка, и я сама прошла через такое, я подумала, что будет здорово, если я это расскажу. Ну, короче, я уже вам говорила. И сейчас я могу спокойно вам рассказывать о том, что это моя вторая беременность, да, то, что вот сейчас там у меня есть там с чем сравнить что-то, были ли у меня переживания. Ну, вот какие-то такие моменты, как быстро наступила беременность вторая после замершей. Получается, я забеременела после четвёртых месячных, после первой замершей беременности, после операции, которая у меня была, вот. Не после третьих месячных, как уже можно, а после четвёртых. Как говорится, на всё воля Божья всё происходит тогда, когда должно произойти. Так что, да, конечно, мы так долго не старались, как в первый раз, потому что три месяца вообще, в принципе, нельзя. Ну, нужно сделать перерыв. Девочки, не волнуйтесь. Чаще всего получается либо вообще с первого раза, либо там со второго. Ну, короче, всё равно это не так долго обычно, как вот первый раз. Вот. Ну, у кого-то вообще из первого раза всё супер залетает. Всё будет хорошо, девочки мои, тогда, когда должно быть, тогда, когда суждено. И просто не паритесь, не забивайте свою голову тем, на что вы, как минимум, не можете повлиять. Моим ногтям просто трэш. У меня просто всё это время не было времени заняться ногтями. Посмотрите, только что ногу сломала. Вот. Самое главное, что не перед фотосессией. Только сейчас застилаем кровать. Ну, просто мне было не до этого, реально. Ношусь, блин, как угорелая, чтобы в миллиард дел успеть. Плюс ещё эти котлеты, суп, короче, всё это навалилось. У нас куча классных фруктиков сегодня по плану. Ещё врачи сегодня мне сказали, что лучше, когда я почувствую, что аллергия началась, пить супрастин. Ну, типа, более старый препарат. Да, от него будет сонливый, скорее всего, сильная. Но, короче, по каким-то причинам они сказали, что лучше, что-то более старое. Я даже сказала, потому что, типа, более проверенное. Сказали, нет. Просто по каким-то другим там причинам, что что-то там. Из хороших новостей у меня уже сформировалась полностью плацента, которая защищает как раз-таки малыша от всех вот таких вот воздействий. Даже если бы я там, не дай бог, заболела сейчас, да, это бы защищало малыша. Потому что уже всё, плацента сформировано, всё супер-пупер, и малыш под защитой. И, конечно же, там, я думаю, плацента, она умная. Она умная, молодец. Она не будет пропускать какие-то лекарственные свойства, я надеюсь. Ну, короче, я не знаю. Это сложный вопрос, потому что за всю беременность, разумеется, я не выпила никакой ненужной таблетки. Там, у меня раньше очень часто болела голова. В беременности, кстати, тут не болит ничего. Но было пару раз, что болела голова, я ничего не пила. То есть терпела боль, старалась просто быстрее заснуть. Разумеется, раньше, я бы даже не раздумывая, пошла и выпила таблетку. Короче, вы поняли, а тут такая безвыходная ситуация. И вроде бы аллергия, это не то, что там, знаете, там, не знаю, голова болит, и ты не можешь терпеть. По сути, аллергию можно терпеть, да, это вообще не кайф, потому что ты постоянно чихаешь, у тебя всё чешется. Ты постоянно трогаешь лицо руками, вот этот весь в соплях, слюнях. Конечно, это не кайф. Но хуже всего то, чтобы это не передавалось ребёнку, все вот эти аллергии. Так, ребят, показываю, как у меня сейчас всё тут будет устроено. Прошло, блин, 4 часа получается. Да, я ставила 5 часов. Прошло 4 часа, остаётся у нас 53 минуты, я ставила на 5. Вот, ну ничего страшного, этого вполне себе хватит. Стояла всё время в холодильнике, вот только недавно я достала, чтобы, ну, может быть, было не такое холодное. Скорее всего, будет холодное. Здесь у меня вода, ну, питьевая, хорошая. Я буду в ней руки иногда смакивать, чтобы не на сухую лепить. И сюда по 2-3 штучки кружочка кидать, и потом из них уже формировать котлетки, которые буду выкладывать вот сюда. Так что посмотрим, сколько котлет получится. Я хочу сделать их не очень большими, но у меня постоянно это не получается. В общем, не знаю, хочется сделать их такими классными, маленькими, вкусненькими. Ну, не совсем уж тоже маленькие, а то фрикадельки получатся какие-нибудь. Ну, попробуем вот такие, прям малышей таких сделаем. Так, не прикасай, пойдём другу. Вот обычно я огромные делаю, но эти прям малышами получаются. Мне надо научиться делать миниатюрное всё, потому что, когда ребёнок появится, понятно, ему сразу котлету в рот не засунешь, но всё равно тоже. Вот, например, бабушка для моих братьев, для Миши особенно, самого младшего брата, она как раз вот такие котлетки сделала, ну, такими маленькими. Ну, не прям маленькими, но не такими здоровыми, как вот я в тот раз сделала. И она мне сказала, что она сама обычно большие делает, но чтобы Миша их съедал, как-то вот так вот, чтобы котлетку одну взял, там две пожарил, она их поменьше делала для детей. Кружочки котлеты не очень люблю именно эти, курили. Ну, это вообще, это получается бэби котлетки. Мне кажется, слишком маленькие, но очень миленькие. Я вам во влоге, когда готовила вот эти котлетки, рассказывала, что хорошие сухари панировочные можно купить в Перекрёстке, вот именно такие, как хлеб. Ну, можно и самому приготовить. Я так соскучился по этим котлеткам. Сейчас поедим. Сейчас прям? Ну, да. Я думала, ты их на будущее готовишь. Ну, уж не все же сделаем, что-то заморожим, что-то сегодня пожарим на ужин. Теперь у этих котлет есть название. Бэби котлеты. Это супер мило. Я таких супер милых котлет никогда не видела. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Получилось у нас вот в одной такой лепке. А у нас таких ещё впереди очень много. Всё-таки моя рука может делать малышей. Ну, это прям совсем маленькие. Всё-таки как будто бы надо немножко их побольше делать. Да вообще капец. Запах просто невероятный. Просто обалденный. Да, это, конечно, занимает время. Стоять приходится, месить, мясорубки прокручивать. Но, блин, это реально того стоит. Это так вкусно. Лучше потратить один разок столько времени, но потом, блин, долго питаться вкуснейшими домашними котлетами, я так считаю, чем отказывать себе в этом удовольствии. Говорят, что у меня такие неинтересные интересы. Типа готовить, семья, что-то там дети, муж, какая-то скукотища и херня. Но я его никогда не пойму. Для меня это самое прикольное, самое кайфовое вообще, что может быть. То есть семья, дети, дом, уют. Для меня карьера и работа никогда не стояли и не будут стоять на каком-то главном первом месте. Это у меня просто по всем. Это, в принципе, по жизни так у меня. То есть я это сама знаю. И также это слова астролога, нумеролога. Ну, то есть это просто, ну, я, это моя жизнь, и это нужно принять. Это не потому, что я там какая-то скучная, нудная, неинтересная домашняя девка. И в моих 25 у меня вот такие вот интересы. Просто нужно принять то, что все люди разные, и кого-то делать счастливым. Типа семья, дом, уют. А не устроить карьеру даже. Хотя это мне тоже интересно, но у меня никогда нету, знаете, вот такого сумасшествия на эту тему, что я должна быть везде, что я должна обязательно попасть на телек. Если я не попаду, то вообще зачем я тогда родилась. Короче, вы поняли, мои интересы, они очень обычные. И в этих обычных моих интересах заключается мое самое большое счастье и мое богатство. Знаете, что у меня будет на новой кухне в новой квартире? Подсветка. Вот здесь прям под полками этого ужасно не хватает. Конечно, это можно и сейчас сделать. Купить такие диодные штучки, можно было бы этим заморочиться. Но, знаете, уже такой думаешь, да, реально надо. Можно подождать уже. Я думаю, что через год мы уже будем в новой квартире жить. Вот эти я прямо сейчас уберу в морозилку. Просто чудо. Бэйби котлеты. Вот здесь, получается, три. И вот это все остальное пойдет как раз на сегодняшние котлеты. Я их просто куда-нибудь в тарелочку положу и в холодильник до момента, как начну их жарить. Потому что еще надо гарнир какой-то сделать. Так, готовятся наши котлетки. Я ненавижу эту сковородку, потому что она какая-то странная и типа выпуклая. И масло от середины даже не доплывает. А чтобы оно доплывало, если, например, кто хочет тут тоже что-то жарить, еще сюда котлеты положить, которые наверняка сгорят, это нужно до хера масла. Мы уже ужинаем, хотя поздновато, конечно, для ужина, но что поделать, не без ужина же спать ложиться. У нас чудный салат, который резал Слава. Смотрите, как чудесно все нарезано. Гречечка с котлеткой, котлетка-бомба. Ну как тебе, Зай? Нравишь? Вкусные котлетки? Очень. А какие нежные, м? Биба тоже хочет знать, какие нежные котлетки. Котлетки и правда чудо получились. Еще из-за того, что они только вот слеплены. Ну типа, знаете, обычно я из заморозки достаю. Тут прям вообще свежак полнейший. Вот как выглядит внутри наш фадж куриный. Ребята, всем привет. Это не будет полноценный какой-то долгий день. С этого момента сегодня 14 февраля. Сегодня наконец-таки мы раскрыли нашу тайну, нашу новость о том, что я беременна. Мы с Славой пришли в ресторан отметить День всех влюбленных и просто посидеть покушать. Вот так вот не сидим. На самом деле мы уже практически все съели. У нас были стейки, картошки очень много. Большая порция, но как я и сказала, что мы уже практически все съели и сидим, пьем чаечек. Раньше я бы с такими стейками, картошки, только вино, только вино. Ну сейчас сами знаете, не могу, нельзя. Приедем домой, будем отдыхать, дайховать. Еще сегодня утром ходили, сдавали кровь. Я каждый месяц, обычно 12-го числа, но 12-го мы были на даче, поэтому сегодня утром сдавала антитела к резус-фактору. Также каждый месяц сдаю щитовидку, хотя мне врачи не говорили сдавать каждый месяц щитовидку, просто я сама сдаю. Хочу, могу. Плюс ко всему там еще идет такая тема, что если вы берете щитовидку и глюкозу сдавать, то там скидка вообще какая-то сумасшедшая, в итоге у меня это все обходится вообще по какие-то копейки, и я еще и глюкозу смотрю, что тоже прикольно. Вот, а Слава сегодня сдавал кровь на определение его крови, резус, группу и так далее, потому что он, конечно, знает свою кровь, какая она, но нужно это задокументировать, нужно принести в женскую консультацию. Горячая кровь, да. Нужно принести справку о том, какая у него кровь, потому что 28 недель, через 2 месяца мне должны делать укол. Даже если нет резус-конфликта, до этого его все время не было, и не было обнаружено вот этих антител. Это значит, что все хорошо. Есть вероятность, что у нас там малыш с отрицательной кровью. Может, у него твоя группа, но резус мой. И у нас не будет конфликта, кто знает. Сегодня ночью будут результаты, ну, они обычно типа на следующий день приходят, ну, типа так говорят, что на следующий день, но, по сути, они всегда приходят там 0-0, или даже просто вечер, так что, может, скоро уже даже придут результаты, и мы узнаем, что там вообще, как у меня дела. Надеюсь, что все хорошо. Короче, ребят, мы уже покушали, и я захотела... Конечно, у меня живот сейчас лопнет. Там бедный ребенок, не знаю, мясом его подвинуло под этим стейком после ресторана. Мы решили зайти во вкусные точки, чтобы взять десерт, так сказать, потому что мне очень нравится, мороженое с двойной карамелью, но я его редко стараюсь есть, потому что, ну, как бы калорий треш. Сейчас была такая милая, забавная история. Мы идем по улице, и сзади голос мужской. Юля, Юля! Короче, я испугалась. Я испугалась, думаю, поворачиваться не буду, потому что это то же самое, если бы на улице кто-то сигналил, или кричал, типа, эй! Ну, типа, не будешь ли это поворачиваться, потому что, ну, типа, сразу же такое ощущение, что это тебе, как будто. Ну, короче, я думаю, не буду поворачиваться. В итоге Слава решил повернуться, посмотреть, что за нафиг, потому что парень аж три или четыре раза крикнул, Юля! Короче, Слава поворачивается. Я думаю, ладно, тоже повернусь, что там такое. И оказывается, что это парень со своей девушкой. Идут, гуляют. Девушка заметила меня, сказала то, что «А, это Юля Пушевна там, я их смотрю, люблю, вообще офигеть, с ума сойти!» Он начал, короче, кричать мое имя, чтобы я, ну, как-то, видимо, остановилась, чтобы он мог там нас как-то сфотографировать с его девушкой, или мы с ней сфотографились. Ну, короче, это мило, потому что он для своей девушки хотел сделать так, ну, приятное, чтобы она могла со мной как-то увидеться, а она ему начала говорить «Не трожь ее!» «Не трожь ее, она беременна». Да, когда он начал кричать имя, она ему начала говорить «Не трожь ее, она беременна!» Короче, это так мило, это так забавно, и я с Лавой говорю «Ну, вот мы сейчас шли до машины, это так смешно, блин, даже не верится, теперь, когда я беременна, и все об этом знают, ко мне будет какое-то особенное внимание, какое-то особенное отношение, типа «Пропустите, это же беременна, уступите дорогу!» Прикольно! Кстати, еще по поводу кофе, я дня уже 3 или 4 пью маленький кофе, Слава мне берет капучинку, буквально 200 миллилитров, вот, я долго не пила, вообще не хотела, а сейчас что-то как-то прикольно захотела, думаю «Дай попробую», и, блин, опять полюбила, но, кстати говоря, никто мне не запрещал пить кофе, вот, так что, ну, капучино... Я вообще ничего не запрещаю. Слава мне вообще ничего не запрещает. Это так забавно, нет, я имела в виду вообще врачей, ну, типа, то есть врачи не запрещают, то есть можно пить капучино во время беременности, просто, ну, не перебарщивать, понятное дело, и, ну, не ночью уж ясен хрен, например, да, утром, днем. Короче, Слава был уверен, что когда я буду беременна, он мне будет все запрещать, запрещать вкусные торчки, запрещать то, все пятое-десятое, в итоге он мне ничего не запрещает, мы где-то это рассказывали. Кстати, ребята, обязательно смотрите Слави на реакции, потому что там-то тоже мы уже не скрываем, и там мы тоже, бывает, что-то рассказываем интересненькое, так что... Ну, как раз вышло новое. Да, ну, это видео выйдет, наверное, лет через сто. Ну, просто я очень много снимаю, поэтому не могу же я все подряд выставлять. Вот, буду как бы перерыв делать, так что сейчас будем ехать домой. Я, конечно, мне тяжело дышать, то, что я объелась, это просто как-то сумасшедшая, но я очень хочу вот это вот карамельное мороженое. Я прям вот с ума схожу от того, насколько мне это вкусно. И я за беременность поняла, что больше меня... Вот это, как знаете, на что тянет на соленое, ну, типа, как обычно всегда, когда ты беременный, или если ты много огурцов каких-то соленых ешь, то начинаются сразу вопросы. А ты случайно не беременна? Что-то ты огурцы соленые ешь? Ну, в духе. А вот у меня, наоборот, мне вот сладкое прям интересней стало, чем было раньше. А по поводу соленого, там, не знаю, кислого, например, сыр, косичку, тот же самый, вообще не ем. Не хочу, неинтересно, хотя он соленый, да, и казалось бы, наоборот, должна любить. И это очень хорошо, потому что сыр, косичка, вот это все соленое, оно задерживает воду в организме. Понятное дело. Ну, сладкое тоже, как бы, ничего хорошего не дает. Но суть не в этом. Суть в том, что вкусненько. Очень мне это вкусненько. Ребят, сегодня новый день. Что у нас сегодня за день-то, ешки-матрешки? Сегодня 15 февраля. Я сегодня активно в сторис выставляю всякие штучки-дрючки, снимаю свою кожу вблизи. Ну, в общем, показывала, как было там на 10-й неделе у меня с кожей, потому что на 10-й неделе у меня кожа была прям не очень. Я сейчас буду сушить голову, делать укладку, потому что сегодня впервые я буду фотографировать свой живот. Пока он не такой большой, хотя он иногда такой большой, что ужасно. Вот так нету. А вот такой он какой! Просто рано, мне кажется, еще быть таким большим. Ну, в общем, суть не в этом. Хотела я пожаловаться. Это будет видео из прошлого. Хотела пожаловаться на то, что у меня ужасно испортилась кожа. Если честно, я, конечно, предполагала, что раз у меня по жизни проблемная кожа, что в беременности она, наверное, будет еще хуже, но это, конечно, выглядит ужасно. Прям видно, что там просто трэш вокруг головы. Вот так вот все. Вот здесь прыщи мелкие. Вот здесь просто вообще бордовый такой кусок. Тут мелочь какая-то. Короче, по всему лицу. Вот здесь у бровей. Но я думаю, это все видно. Вот, а сегодня получается практически 20-я неделя. Спустя 10 недель можно сделать какие-то выводы. Ну, как выводы? Конечно, у меня кожа не идеальна. Но я вам хочу сказать, что по сравнению с тем, что у меня все равно... Вот я всегда вспоминаю, что у меня было намного хуже. Поэтому сейчас даже какой бы кожа моя не была, она все равно не может, ну, типа, сравниться с тем, насколько было тогда плохо. Сегодня в моем телеграме мы открыли гадание по животу. Гадание, типа, кто же будет, мальчик или девочка? На данный момент за девочку проголосовало 10 500, за мальчика 5 000. Ну, короче, большинство все-таки голосует за девочку. 67% за девочку, 33% за мальчика. Но спешила с расстройки до вечеринки гендер-пати еще, ой, как далеко. Мы хотим сделать вечеринку, когда будет потеплее. Вот так сейчас выглядит живот. Он с каждым днем становится все больше и больше, но при этом по утрам, например, я вообще не ощущаю, что я беременна. Я когда просыпаюсь, бывает, даже забываю, что я беременна. И такая, типа, так, сальто вперед, сальто назад. Когда ровно стою, тоже уже видно. Знаете, что интересно? У меня на животе как будто бы вообще нет никакого жира, а вот бока растут. Все это очень интересно как-то запечатлять, чтобы потом смотреть. Представляете, буду пересматривать эти видео, когда уже рожу. Конечно, я очень радуюсь, очень счастлива. Каждый день моя жизнь сейчас просто улет. Конечно, я была бы еще более счастливым человеком, если бы рядом был мой дедушка. Я могла бы с ним как-то этим всем делиться, рассказывать. У меня стоит его фотография на рабочем столе всегда. И я знаю, что он меня видит, слышит, и я знаю, что также он мне помогает. Сейчас в нашей семье, слава богу, все хорошо. И я думаю, что это очень-очень крутой год, очень важный год. Я знала на 100%, когда еще в том году он говорил, в 22-м, что 22-й год был у меня, правда, ужасно тяжелый. Я этот год запомни все равно как самый тяжелый вообще год в моей жизни. И я как бы знала, что в 23-м вообще все будет улет, потому что, ну, потому что, во-первых, я уже и беременна была и просто знала, что, ну, не может быть такого, что вот постоянно, вот это, знаете, как черная полоса. Так всегда, как бы за черной полосой наступает белое, так же, как после дождя выходит солнце. У нас в этом году вообще большие планы, и я знаю, что все эти наши планы сбудутся. Я в этом не сомневаюсь. Во-первых, мы ждем ребенка. Это просто благодать, счастье. Я так долго этого ждала, и вообще, в принципе, вся наша семья так долго этого ждала. Там наши родные, наши мамы, там папы станут бабушками, дедушками, мы родителями, и, конечно, все это волнительно, и классно, и страшно, и не страшно. Короче, эмоции миллиард. Миллиард эмоций, и все они, на самом деле, только счастливые. Плюс ремонт, плюс работа. Сейчас еще ко мне повышенный интерес, потому что я сказала, что я беременна. Ну, типа, все классно, прям вообще улет. И я безумно радуюсь. Еще сейчас начнется тепло, скоро закончится зима. Ну, типа, просто вот реально благодать по всем фронтам. Я безумно счастлива и хочу через экран дарить вам позитивные эмоции, потому что знайте, что всегда, если произошло что-то нехорошее, обязательно произойдет что-то хорошее. И просто знайте и верьте в это. А еще, когда сидела, тут всякие сторки вставляла, вконтакте выставляла, я смогла запечатлеть, как малыш пнулся, прям достаточно так хорошенько показал. Я подписала, что малыш передает привет. Иногда наш малыш очень сильно пинается, ну, так, что я прям так, типа, что это было, что такое вообще? Просто иногда бывает чуть-чуть, знаете, просто ощущаешь, как малыш там что-то крутится, а иногда прям это очень круто, очень круто и странно. Ну, типа, вот я лежу перед сном и я чувствую, что у меня в животе что-то прям глажу животик, говорю, что мой миленький, что ты там делаешь? А сама в шоке на самом деле, потому что это очень странно. Я не знаю, я на 100% как бы ощущаю себя беременной, я знаю, что внутри меня живой человек, который уже достаточно не маленький, хотя сколько там, где-то 340 грамм, наверное, наш малыш сейчас. Я так на скидку, потому что 10 февраля был второй скрининг и там что-то, по-моему, 315, что ли, грамм был малыш. Вот, я так примерно, я не знаю, насколько он там вырос за, получается, 5 дней, ну, грубо говоря. Я думаю, типа, блин, это на самом деле так мало. Я просто вспоминаю, что я вот в магазин прихожу и говорю, 300 грамм нарезать колбасы мне. Я думаю, это реально, типа, что, это 300 грамм колбасы, например, или сыра? Реально в голове не укладывается. Я не знаю, либо это я просто какая-то, знаете, такая, типа, что это странно? Это какая-то магия, блин, это какое-то волшебство. И это осознать, ну, типа, я это понимаю, но осознать это реально невозможно. Ну, типа, что, внутри меня человек? Сложно принять, осознать, что внутри тебя человек. Я уверена, что так многие, потому что мне даже девочки пишут, типа, Юль, не поверишь. Вот сейчас стою, смотрю на своего, там, двухмесячного, трехмесячного ребенка и все еще не верю, что я его родила. Я уверена на 100%, что это прям достаточно частая такая история. Мне кажется, что я тоже, когда рожу, мне даже кажется, когда мне дадут вот так вот ребенка, ну, типа, там, не знаю, как-то на грудь кладут, да, вот к мамочке вот это все. Я буду думать, типа, о, прикольно, откуда мы его принесли? Это очень необычно, очень странные какие-то ощущения, чувства. Вот думаю, как моя мама, например, смотрит на нас, на меня, например, и смотрит, офигеть, 25 лет назад я родила эту девочку, а сейчас в этой девочке живет еще один малыш, который там, либо мой внук, либо внучка. Пух! Просто взрыв мозга. И когда мы были на даче, моя мама трогала живот, и там малыш у нас тоже пинался очень активно, и она говорит, типа, это так странно, что внутри моей дочки там внук или внучка, и мне уже что-то там пинать? Это реально. Вот я сама в шоке. Я думаю, моя мама в шоке просто икс-два. Наверняка там кто-то в комментариях, может быть, не знаю, пишет, типа, блин, так уже надоела эта тема беременна, ну что, теперь постоянно все это будет? Ребят, у меня просто такой экстаз, у меня реальный экстаз, потому что я не могу в это поверить, и мне хочется выплескивать свои эмоции, и много кому это все интересно наблюдать, и многие девчонки мне уже написали, что у них такой же срок, как у меня, либо там разница пару недель, там месяц, это круто, типа, это круто, реально столько беременных нас окружает, а мы даже не осознаем этого. Ой, блин, мои ноги уже не видно. Ёшки-матрешки. Вот так, конечно, видно, а так все. Куда я иду? А, вот когда иду, видно. Волосы растут как на дрожжах, я специально перед беременностью отрезала себе, не знаю, сколько сантиметров, но прям нормально так, чтобы не ходить, знаете, к концу беременности, чтобы они вот здесь не висели. Конечно, я думаю, такого не будет. Сегодня второй день, как я в интернете, как этот, какой-то сумасшедший челуэк, потому что у меня же такие новости, и я хочу смотреть, кто что пишет, кто что постит, кто поздравляет, кто не поздравленная. Чернику, клубнику, у нас закончился чай, хлебушек черный, обожаю черный хлеб, с любым супом и ем черный хлеб. Не знаю, обожаю. Белый, только, типа, бутерброды, еще, пастет, там, не знаю. Взяли сметану, что-то давно пельмени не ели, думаю, может быть, поесть пельмешку. Слава богу, белые, я ненавижу коричневые яйца, они какие-то другие, какие-то странные. А еще я не люблю, когда в яйцах есть какой-то одновек мазородыша, знаете, белые какие-то штучки. Каждый раз их, ну, убираю, как-то достаю. Вот эти штучки я не выкидываю, всегда они у меня потом едут на дачу к славенной бабушке. Так, помидоры, клубника, все надо разложить, потому что я залежалась просто не на что. Я заказала миллиард тонны просто воды, потому что, когда вода в бутылке, я ее пью постоянно. А мне нужно очень много пить воды, будучи беременной. А вы знаете, я вообще не фанат воды. Вот так вот пить мне очень, это все пижу воду. То есть я прям буквально заставляю себя пить воду. Ну, короче, пытаюсь постоянно напоминать себе о том, что я должна пить воду. Я ее ставлю около чайника, просто отсюда вот огни вверх, но, конечно, идея так себе, потому что вода, ну, иногда такая теплая. Зато сколько воды. Очень люблю такие салфетницы. Прикольные. Что у нас тут? Огурцы, я вижу, виноградик. Сегодня, 15 февраля, я взвесилась и на весах увидела 58,5 килограмм. Я очень хотела съесть котлету, но решила, что супчик будет полезным. Так что я делаю успехи. Слава уехал в студию, музыкальную, которую, и, кстати говоря, не знаю, что сегодня за день. У вас, когда это видео выстил, но, скорее всего, у Славы уже вышла песня, вот, так что обязательно послушайте ее. Ссылку оставлю в описании. Перейдите, послушайте. Загадаю, чтобы мы встретились снова. Я очень рада, что, наконец-то, он выпустил песню. Ненавижу беспорядок, ненавижу грязь, и наверняка придет момент, когда мне будет тяжело все это вот так вот делать классно, шустро. В какие-то моменты буду вызывать клинин, в какие-то моменты мой муж сделает это, чтобы порадовать меня, чтобы я успокоилась. Ем творог. Приучаю себя к этому, и вот эту коробку, где чай мы храним, ее мне дедушка подарил. Ну как, не то, что он мне подарил, типа, просто коробку, там был какой-то чай прикольный. Это было очень давно, и он в такой же коробке на даче. Вот видите, такая железная коробка, и тут какой-то был чай, вот такой. Он мне как-то привез такой чай, он сам в такой же коробке от одного чая хранил, потом другой чай, то есть перекладывал. Например, вот мы такой купили и переложили сюда. Типа это странно, но я уже так привыкла, так делал мой дедушка, и мне нравится. Типа это какая-то, знаете, такой какой-то ритуал, что ли, что типа из железной коробки лучше. Чем больше живот, тем больше страхов за свой живот, в том плане, что больше переживаешь, чтобы не удариться, не задеть, чтобы никто случайно, не знаю, не толкнул локтем, еще что-то, ну знаете, типа там, не знаю, прохожий какой-нибудь не задел. Короче, вот эти вот переживания, они прям ужас. Вообще, беременность стала очень пугливой, в том плане, что какой-то резкий звук меня очень пугает. Когда мы едем в машине, тоже я очень часто пугаюсь, напрягаюсь, каких-то, ну то есть, короче, вот этот вот инстинкт самосохранения, он у меня всегда был очень такой сильный. Вчера вечером я к Славе подошла, не помню в чем, то ли вот прям в таких же лосинах, он такой, ого, типа твой живот стал еще больше, ну типа он вчера как будто был меньше. Я говорю, ты прикинь, у нас сейчас там малыш всего-то 300 с чем-то грамм, а может быть, там типа 3,5 килограмм. Так, вот что у меня получилось с той лепки. Получается в 1,6, тут 3,6, здесь 8, тут по-моему тоже 8, раз, два, три, 4, 5, 6, да, тут тоже 8, то есть получается 2 раза 8 и 6, и еще мы то, что жарили, там тоже было, по-моему, 6, вот, ну ничего, это вот с 2 килограмм получается, все равно нормально. Купили вот такие пакетики в Ашане, прикольные, никогда такими не пользовалась, ну вообще прикольно выглядит. Набрала сил, поменяла постельное белье, оказывается, я уже что-то погладила, с чем у меня был оглаженный комплект, либо иди сюда. Вот тебе мой хороший. Вот, искупала Вивьену, до этого пропылесосила, сладкий мой макрый пёс. Сейчас будем сушить Вивочку, она такая у меня вкусная, теперь красивая девочка. Я не пойму, почему я каждый раз должна уговаривать маленьких собачек сушиться. У меня есть своя технология, я кладу подушку, на неё фен, чтобы он ей прям, ну как бы в мордочку дул и расчесываю её в этот момент. Субтитры подогнал Игорь Негода. Теперь расчесываться, посмотрите, видите Вивочку? Ой, мама дорогая, садись, будем прическу делать. Всё, последние штрихи и вкусняшечка. Нужно обязательно сушить. Ну, как бы, окей, летом можно не сушить, но всё равно это как у человека. Если волосы не посушить, вот я сегодня голову не посушила, просто помылась, и у меня в итоге волосы так себе, они, конечно, прямые, и ничего не скажешь, видно, что чистые, но как будто не то пальто. Типа, знаете, волосы как будто бы на прядке распадаются, а должен быть пушистик сладенький. Сейчас я ещё не стала прям сильно Вивочку сушить, потому что я вижу, что у неё вообще нет настроения. Вива, гулять пойдём? Ушки покажи. Ой, дедюлька мой сладкий. Так, нам ещё лапки. Конечно, когда я Вивочку мою, когда я расчёсываю, она выглядит так, как будто бы её только что, я не знаю, часа три, наверное, унижали. Но вот как только я сейчас закончу, у неё такое будет чудное настроение. Просто она сейчас так выглядит, знаете, как будто бы вот её уже есть тлен. Не знаю, видно вам, нет? И это, конечно, угар. Получается, что сейчас 9 часов 10 минут, и я, в принципе, сделала самые такие основные задачки. Ещё поставила стирку, то, на что тоже я никак не могла выделить время, просто встать тупо с кровати, потому что я лежала в телефоне и смотрела, что там за новости пишут, что за обсуждение, что за комментосики и так далее, и так далее. Это всё было безумно интересно, не хотелось от этого всего отрываться. Мне бывает жутко лень купать собачку. Это только потому, что я её каждый раз, когда купаю, я её долго сушу, делаю укладочку, причесываю. Хотя, на самом деле, по сути, это всё равно не то, чтобы долго. Вот сейчас можно посмотреть, сколько, например, осталось стирать машинки. Потому что я её включила и сразу же Вивочку начала мыть. Вот. Ну, типа, не то, чтобы сказать, долго. Сейчас папочка приедет, покажешь ему, как он будет рад, какая у него Ивочка. Хороший пенюнчик. Ушки покажи, гулять пойдём. Ушки покажи. Всё, свободно. Итак, я посмотрела, 34 минуты, осталось стирать, ну, то есть, получается, 26 минут где-то я тратил на то, чтобы искупать собаку. И на самом деле, это реально недолго. И, конечно, я это не затягиваю так, что, знаете, типа, надо было помыть сегодня, а я помыла через неделю. Ну, то есть, нет. Я её достаточно часто купаю частями, типа, знаете, попку, пипку. Глаза тоже часто чищу. Ну, каждый день через день как бы полностью-то я же её не купаю. И по запашку я определяю, что пора! Дело ещё в том, что мне становится всё тяжелее и тяжелее её купать, потому что я стою над ванной, получается, согнутая. Ты мой сладенький. Кто Вивочка такая? Кто мой хорошенький? Вкусненький малыш? Мама тебя замучила, да? Зачем мама мучает Вивочку? Зачем мама так мучает Вивочку? Ну, зато какой ты Вивочка красивый, да? Вивочка. В общем, Юля попросила вас снять для вас у меня пополнение моей книжки со значками. Теперь у меня вот столько значков ещё. Плюс. добавится. Ещё вот здесь. Да я нашёл, чувачок продавал. В общем, не за дорого. Ну, и я взял. И чё, история. У меня таких много, но здесь много значков, которых у меня нету. И мне придётся сейчас все эти значки перекладывать, пересобирать в свою книгу и смотреть, какие у меня есть и каких у меня нету. Наверное, штук 150-200 значков будет. Здесь прям вот чисто Ленин, например. А Юля в это время... Нет, не могу снимать. У неё сегодня ужин при свечах. Перезаписуем. Сейчас будем резать салат. У тебя тут свой лауч, короче, свои отношения. Я сегодня взвесилась и увидела, что я слишком худая для этой жизни. Вива тоже. Вива тоже. Блин, сейчас все подумают, что я так жру каждый день, но это правда просто невероятная редкость и просто у меня нет силы и желания что-то готовить. А Слава ехал со студии, я говорю, блин, может ты возьмёшь мне пару наггетсов и картошку? А он мне столько всего классного привёз, даже мороженое взял. Ну, короче. Твоя любимая. Любимая. И ты моя любимая. Вот когда я буду огромной, жирной, что буду делать? Любить тебя буду. Ещё больше. Ещё больше. У меня будет очень много. Тебя будет очень много. Хороших людей мало не бывает. Так, ребят, напишите негативный отзыв за то, что беременная и предоставляется фастфудом. Да, да, напишите. А ещё напишите, какой муж плохой кормит жену говной. Почему не говной, очень даже вкусный. Ну, я тебя люблю. Я тебя люблю. Ну, ладно, кушай. Моя мама, когда была мной беременна в 97-м году, конечно, тогда, возможно, фастфуд был менее вредным или тогда они не знали, что это настолько вредно. Тогда это всё только появлялось, появилось. Моя мама достаточно частенько ела. Кстати, очень чизбургер любила. И посмотрите, какая чудная я выросла и родилась. И моя мама, между прочим, совсем не разжирнела, а я просто чудо. Да вообще. Просто чудо в перьях. Ну, подытожим твои слова. Питайтесь так, как хотите. И вы подумаете, Юля, ты ещё газировку хлещешь. На самом деле, ну, блин, это реально, чтобы я газиров... Я, наверное, за всю берегу с газировку пила раза три. Фастфуд я ела неоднократно в беременности. Вы это сами видели во влогах ещё, когда не знали, что я беременна. Но что касается газировки, вот газировка это реально то, что я ещё до беременности, в принципе, уже перестала пить. Но подумала, блин, ладно, выпью. Единственное место, где я всегда брала себе, типа, пепси, там, колу, это кинотеатр. Всё. Потому что я очень много лет перестала брать в тех же, там, не знаю, вкусный точка, да, не знаю, бургеркинг какой-нибудь. Я вообще перестала там брать какую-то газировку, потому что, хотя вот с фастфудом и с этим попкорном хочется прям вот именно колы какой-то попить. Но я давно перестала, потому что, во-первых, просто мне как-то не так уж по кайфу всё это пить. Вы знаете, то, что у меня любимый напиток всегда был липтон, и иногда дома у нас есть липтон, вот, но в основном нет, и я пью в основном воду, чай, соки. Пью бывает не так часто, как чай. Чай я достаточно часто пью, и это тоже, думаю, нехорошо, потому что, типа, в духе кофе я такая не пью, а чай пью. Ну, сейчас я и кофе пью. Правда, очень маленький стаканчик утром, 200 миллилитров. В женской консультации мне дали обменную карту беременной роженицы и родильницы. Тут написано моё имя. Когда пытаешься закрыть всю информацию, выглядит карточка это вот так. Тут всякие штучки, дрючки. Тут разные мои анализы, результаты. Знаете, какой комплимент мне сделали? Сказали, что у меня какая-то очень классная длинная труба, по которой будет выходить ребёнок. Сказали, что он прям во, во, прям вообще врачи говорят, нравится, мне такое прям нравится, прям люблю, когда такая длинная. Типа к тому, что, ну, знаете, у кого-то бывает короче, и из-за этого могут начаться преждевременные роды, например, либо ребёнок выскочит там как... Ну, не то, что, конечно, что он не выскочит, спровоцировать роды, у меня типа такого не должно быть, потому что у меня там очень какой-то длинный канал, прям вообще шикарный. Сначала я думаю так, это вот, ну, как бы говорят, что хорошо, а потом я думаю так, это если у меня будут естественные роды, на что я рассчитываю, конечно, это получается бедный наш малыш будет очень долгий какой-то лютый длинный путь проходить. Самое главное, что ребёнок перевернулся и чтобы он встал в родовые пути. А дальше, я думаю, выскочит он по моему этому канальчику. Также мне дали в женской консультации вот такую штуковину, с одной стороны вот это, а с другой стороны вот это. И тут написано, на каком сроке, на каких неделях можно какие-то штучки делать, какие активности, потому что я сказала врачам, что мне так хочется какой-то активности. И тут написано, вот, например, мне подходит от 17 до 31 недели сейчас. У меня вот как раз 12, 13, то, что посередине мне сейчас подходит. И сзади как бы написано, как эти упражнения делать. Но это такие прям лёгкие упражнения. О, да ни хера себе! Тут можно делать классные упражнения для жопам, классные упражнения, чтобы вот эти вот ноги качать, ушки убирать, может, целлюлит уйдёт. Единственная проблема, я особо не была какой-то активной в этом плане, а тут сейчас вдруг стану активной. Но вариков много, можно. Спасибо большое, что смотрели этот влог. Всех люблю, целую, обнимаю, будьте счастливы, здоровы, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok